Всем привет! И сегодня наш рассказ будет о Патрике Килл Патрике. Родился он 20 августа 1949 года в Оринджи, штат Вирджиния, в семье военного. Полное имя Роберт Дональд Килл Патрик. В возрасте 6 лет переезжает в Новую Англию. Это регион на северо-востоке США. Еще подростком Килл Патрик едва не погиб в автокатастрофе. Трагедия, однако, не помешала ему собрать к текущему моменту столь объемное портфолио. В боевиках Килл Патрик, как правило, играл различных опасных злодеев. В убийцах на замену он противостоял Чоу Юн Фату, в стирателе Арнольду Шварценеггеру, в герой-одиночка Брюсу Уиллису, в осаде 2, территорию тьмы Стивену Сигалу и так далее. Килл Патрику довелось сразиться даже с крупнейшим из живущих ныне млекопитающих, а произошло это в картине «Освободите Вилли 3». Килл Патрик зарекомендовал себя достаточно многоплановым актером. Он шел от сериала «Американский театр» до проекта Ника Ройга «Ничтожество» или поставленный оскароносным режиссером Тони Ричардсом в Лос-Анджелесском театральном центре «Антони и Клеопатра». Также для меня стало сюрпризом, что Патрик Килл Патрик снялся в таком сериале, как «Санта-Барбара». Также его можно было увидеть в таких популярных сериалах, как «Доктор Куин. Женщина-врач». Также были секретные материалы «Крутой окер. Техасский рейнджер», в котором очень много кто из актеров снялся. Были сериалы и «Темный ангел», и «Китайский городовой». Следует отметить, что именно в ходе работы над «Темным ангелом» Джеймса Кэмерона Килл Патрик попался на глаз Стивену Спилбергу. В результате этого стечения обстоятельства актер получил роль в фильме «Особое мнение». Но это будет чуть позже. Класс 1999, 90-го года. Орден на смерть 90-го года с Ван Дамом. Там он играет заговоренного или песочного человека. У всех был перевод по-разному. Как по мне, так одна из самых его ярких ролей. 93-й год. Разборка с Билли Блэнксом. В «Финча» он сыграл в «Лучший из лучших 2». Такая маленькая роль. В 95-м году в «Осаде 2» с Сигалом он там играл помощника террористов. В 96-м году был мятеж с Гэри Дэниелсом. А далее был «Стиратель» с Арнольдом Шварценеггером. И герой-одиночка с Брюсом Уиллисом, который там с двух рук стрелял из пистолетов. И бандюганы просто отлетали на 2-3 метра. Ну а к концу 90-х, начало 2000-х, пошла у Патрика Килл Патрика, так скажем, эпоха сериалов. За короткое время Патрик снялся в пяти крупных студийных фильмах, двух независимых проектах. И 27 раз выступил в качестве приглашенной звезды. В 18-ти различных телешоу. Полоса успеха продолжается и по сей день. Килл Патрик сыграл Бумтаун, Лас-Вегас, место преступления Лас-Вегас. В сериале 24 он сыграл секретного агента Дейла Сполдинга. Следом были популярнейшие проекты «Мыслить как преступник» и «Акула» Джеймса Вуда. Кстати, об этом актере я тоже буду делать обзор. Патрик постепенно поднимался по карьерной лестнице все выше и выше. Через некоторое время он уже был президентом и исполнительным директором кинокорпорации «Диалог Фильмс». В 2009 году выходит спортивная драма «Никогда не сдавайся». В 2013 году выходит фильм «Клетка славы», где партнером по фильму был Дэнни Трэха. В 2015 году фильм «Химик», а там уже две легендарные личности – Оливия Грюнер и Мартин Коуф, про которых я уже рассказывал. На 2018 год тоже запланировано ряд проектов и, как мы видим, Патрик Килл Патрик еще снимается. Сейчас Патрик свободен, а когда-то был женат аж целых три раза. И последняя его жена, Кэрри Линнем Смит, родила ему двух детей – Бена и Сэма. Ну на этом все. И я напомню, как по мне, лучшая роль Патрика – это в фильме «Орден на смерть». Роль заговоренного. Ты не можешь меня убить, Берк. Я же заговоренный. Патрика – это в фильме «Орден на смерть».